Здравствуйте. Сегодня вы занимались с Василием отдельно, да, можно сказать, почему была эта тренировка конкретно в работе с Торщиной? Ну, у нас как бы вратарские тренировки не запланированы, это не вот там отдельно занимаемся, да, то есть по плану у нас есть 15 минутки, определенные упражнения, которые мы накатываем при подготовке к матчу. Да, сегодня мы работали с Василием, продолжили то, что делали до этого, то есть все идет в штатном режиме. Ну, вы знаете, да, вот вы сейчас все уже рассказали, да, то есть, как бы, конечно, наверное, не совсем такой хороший гол, это первый, в общем-то, я сразу вам сказал. По второму, третьему вопросу нет, там, рикошеты, используя игрока, то есть здесь, я думаю, любому зашло бы такое. Ну, первый, да, конечно, такой, наверное, не обязательно гол, но там надо тоже обратить внимание, что, знаете, вот эта специфика матча, когда бросков мало и две контратаки идут два в один, конечно, это, я бы никому такого не позавидовал, оказаться в такой ситуации, но лучше, когда моментов больше и так далее, бросков больше. Ну, в общем-то, здесь, наверное, опыт все-таки сработал, да, то, что дальше он продолжил, локру и выручал, то есть работал и в конце игры, то есть, ну, как бы, такая динамика просматривается, рассматривается нормально. Харьевс уже сказал, что он завтра будет играть в Крошечкина воротах, какой у вас еще план на использовании вратарей на групповом этапе, то есть 7-3 матча планируется, хочешь? Ну, вы знаете, давайте, вот, завтра есть игра, да, будем смотреть, что дальше, то есть, всего-то три игры на предварительном этапе и дальше плей-офф, понимаете, здесь нет времени, как на чемпионате мира, чтобы даже не то, что время, там, кого-то использовать, а, ну, понимаете, здесь три игры всего. То есть, вы изначально хотели бы поставить на втором матче Крошечкина или это вот такой показатель, что? Нет, 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 ничего здесь не показывает, то есть, как бы, изначально он бы играл, независимо от вчерашней игры. То есть, что мы решили вчера в конце игры сделать два очень важных, серьезных сейн, насколько позитивно с точки зрения этого на дальнейшем? Конечно, это был очень важный момент, да, несмотря на то, что, да, мы проиграли, да, как бы, результат отрицательный, но концовка игры все-таки она много показала. Что и вселила уверенность, и в ребят, и в команду, то есть, это хороший показатель. Сейчас можете сказать, вот почему в пользу Василия сделан выбор, был по сравнению с другими вратарями? Да. И, то есть, он доказал, чем играть в неравиатуре. Прямо по сезону в целом. Да. Вы знаете, наверное, это все-таки тянется из прошлого сезона, понимаете, так ярко в плей-оффах в последние годы, вы можете меня назвать, кто так ярко играл? Сорокий. Так ярко? С локомотивом. Вы знаете, наверное, так ярко никто не играл, и при всем уважении, при всем уважении к Сорокину, да, к Илюхе, все четко, все уверенно, все стабильно, но, наверное, вот именно игра Василия в прошлом плове, она произвела впечатление, да, и мы как бы ждали, ждали, когда по ходу сезона он берет форму и втянется, и будет показывать хоккей, свой хоккей. Молодые ребята с Сорокин-Шестеркин, какой они сейчас в форме, а сколько они? В хорошем состоянии, в хорошем состоянии ребята молодые, да, работают, готовятся, то есть они в обойме, и здесь нет такого, знаете, они готовы выйти, наверное, на лед в любой момент. Хорошее состояние, оба. Второй Сорокин, или, понятно? Ну, знаете, ну, давайте скажем так, формально, второй Сорокин, но я бы здесь не стал разграничивать, потому что по уровню подготовки здесь, я бы не стал их кого-то выделять из шестерки на Сорокин. Спасибо. Спасибо.